Я пошел в военкомат, ни матери, ни отцу, ничего не сказал. Пошел в военкомат и говорю, я вот за привиленник, отправьте меня в любые рода войска. А шла война уже с фильмами. Ну что ж, мне дали, ладно, иди домой, мы вам известим, посетку пришли, прием. Я пошел домой, прожил, я не помню, сколько там, короче, скорость, получаю повестку на призыв. Ну, отец мне, отец проводил бы военкомат, ночью это было, да. Короче говоря, призвали, куда, что, ничего не сказали. Посадили в вагон, красный вагон, повезли, а куда везут, тоже не знаю. Вот. Что-то к утру я в окно все глядываю, куда меня везут. Приезжаю в свое Морганское, узнал. А рядом, через нас Морганское, видел, я понял, что я иду на Дальний Восток. Разрудили нас в Чеченской области, а там уже, мы выезжали еще, нормально, погода была летняя, а там приехал, там снег уже, один метр пятнадцать. Разрудили нас тоже из обезидов в Керятниках, этих, красных вагонах, как непотребистых. И построили строем, переводят на стол. Короче говоря, не населенного пункта ничего, а стоит в поле какое-то строение деревянное. Ворота, знаете, на распашку открывается. Короче говоря, оказался казарма. Ну, склад какой-то был, сделали казарму. Через несколько времени приходит, тоже эшелон пришел к нас с чувашей, с чувашей, ребят. Тоже так уже. Короче, да, еще белорусский вагон. Вот. Ну, что ж. Так началась у меня военная служба. Ошла финская война. Вот. И тут, значит, объявляют набор за курсы в школу младших командиров. А я уже был дефрейтором. У меня получилось нормально. Хвалили. Вот. Обновляюсь на курсы. И отправляюсь. Еду в город Свердловск. Заканчиваю. Получаю звание сержанта. Вот. А первые стрельбы интересные тоже произошли. Стреляли. Там с винтовки, паштели 100 метров. Три патрона выдается. Ну, после каждого выстрела ходили с целью смещения. Ну, я выстрелил первый. У меня как бы вправо вниз немножко. Ну, ладно. Второй раз выстрелил. Опять чуть... Почти выдержал. Второй. И третий патрона. За доску у меня. За хорошую стрельбу. И присваиваю звание дефрейтора. Это одна личность. Вот. Ну, тут у меня все пошло уже хорошо. Я уже как бы уже... А мне военная служба нравилась сейчас. Вот. Такой человек. Я тоже получаю звание сержанта. Один я сержант. И, значит, отправляю восемь человек. Нас отправляют... Некоторые военные... Вот. Вот. По союзу расправляю. А нас восемь человек военные отправляют в Москву. Я попадаю. Направляю. Отдельный тридцать первый дивизион бронепоездов. В маршрутную охрану Советского Союза. Вот. Работаю, конечно, почетно. Тем более, в таком коллективе. Вот. Вот. Присвались мне здания сержанта. А тем ребятам только младшего сержанта. Вот так началась у меня там служба. Так. Сопровождал я. Сопровождали. В маме было. Впервые узнал, что там Жуков гремел. Вот. А мне было интересно знать. Все. Приходилось встретить и Жуков побеждать. Причем от Сержанта и Полевской тоже. Сопровождали Поленкова, Щербакова, Зисенский. Они были члены государственной комиссии обороны. Вот. А под ржевом были сильные бои. Вот. Мы до Сержанта и Витебска попали под бомбежку. И тут меня ранило. Вот. Вот. Ну, попал я в госпиталь. Причем, опять же, в наш дивизионный. Не просто один уже в госпиталь. Подлеселись. И меня как бы дивизионное не отделяет, а отправляет здесь 15-й. Патриличный полк. А он охранял парки грузовных вагонов. Потому что коробеж шел. И, короче говоря, в 215-м погрызть по Топоку я… Это был как бы наш путь. Там гоняли бендеристов. Вот. Да. И так я шел до Запада. Вот. И, короче, пошел я. Меня направили в школу. Пограждал две школы. Просеканта. Учился я хорошо. Успевал. Нормально все. Вот. Ну, а уже чувствовалось, что кончается скоро война. Да. А куда пойдет? Раз пограничник. Значит, куда-нибудь пойду за составу. А может где-то в лесу будет стоять. Короче говоря, присмотрел девочку. Которая все время переперегала из госпиталя. А в Камине-Смазовске был город госпиталей. Там было насыщено все. Короче, этих госпитальных выздоравливающих, в которых уже не лежали. Ну, кто-то на костелях, кто-то как. Короче, выздоравливающие. Вот. А в этом госпитале работала лаборантка. Девочка. А паршют я была между ее жильем через наш двор, короче говоря. Каминец в Подольске. Я так присмотрелся к ней и подумал, ну вот сейчас я закончу пожар-разрез школу. Загонят. Не то, что загонят, а будут назначить заставу в лесу. И будешь там молиться за колесо. Я решил предложить свои услуги. Остановил ее на дороге прямо. Девочка. Извините. Я хочу с вами познакомиться. Она такая скромная такая. Да. И конкретно. Я хочу предложить вам выйти за меня замуж. Она говорит, я согласна. И мы тут же под руку пошли в поселковый совет без свидетелей, без кого бы там что расписались. И так она, вот эта девочка, вот. Это моя жена, с которой прожил 50 с лишним лет. И здесь ее похоронили. Вот 14 уже лет один здесь. Продолжение следует... Продолжение следует...